Приветствую вас и хотелось бы разделить проблему, которую вы описываете, на несколько частей, потому что слишком обширно, можно сказать, у вас проявляется сфера вопроса, которую вы задаете, и начать мне бы хотелось вот с чего. Но в подростковом возрасте все воспринимается достаточно близко к сердцу, достаточно эмоционально, серьезно, болезненно, ярко. И поскольку вы, ну, основная проблема, которая у вас есть, это закрывать свои эмоции, закрываться в своих эмоциях, то эта проблема началась именно как реакция на поведение ваших родителей. И именно с нее, именно с поведения вашего, я и хотел бы начать. В первую очередь отметим так. Ваши родители – это люди, у которых своя жизнь, свои обстоятельства жизненные и свои проблемы. И вам нужно понять, что то, как ведет себя отец, как ведет себя мать, обусловлено многими, если не сказать очень многими причинами. И эти причины, вполне возможно, вы не до конца сами понимаете. Почему, спросите вы. Потому что воспринимать своих родителей как человека, воспринимать своих родителей отдельно от себя, – это, простите, очень сложно. И у вас не получается сделать так, вы не можете сделать так, чтобы воспринимать их отдельно, отдельно от себя. Возпринимать их отдельно от ваших отношений с ними. Именно потому, что вы изначально были завязаны на ваших родителях, именно поэтому, существует некоторая проблема. Проблема восприятия себя исключительно в контексте родителей. Тогда как на самом деле, есть родители, есть вы. Так вот, эмоциональное отделение себя от родителей, понимание причин их поведения, понимание, почему они так себя ведут, стремление к тому, чтобы понять их, понять их мотивы, их желания, их проблемы. А ведь ваш отец, который ярко выражает свои эмоции, который ярко, негативно проявляет себя по отношению к вашей маме, к вам, это человек, у которого есть серьезный дефицит. Дефицит чего, спросите вы. У вашего отца серьезный дефицит тех благ и желаний, которые у него есть. У вашего отца тотальная неудовлетворенность с собой, своей жизнью. Ну, скорее всего, все-таки с собой в большей степени, чем, наверное, своей жизнью, потому что одно вытекает из другого прямо. И до сих пор, пока вы будете думать, что ваш отец делает это для того, чтобы обидеть, оскорбить вас, например, вас оскорбить, ну, я надеюсь, не нужно говорить, что у вас будут большие проблемы. Когда ребенок, маленький ребенок растет с родителями, он волей-неволей перенимает часть поведения своих родителей. Он не может этого не делать, потому что его родители – это кривичные образцы как женского поведения, например, для вас, так и мужского поведения, также, возможно, для вас. И женское поведение у вас, оно соприкасается в основном с мамой, то есть вы видите, какая она была мягкая, ваша мама, как она все держит в себе. И вы бы, вы бы рады на самом-то деле, скорее всего, вести себя как-то по-другому, но не можете. Почему? Потому что, скорее всего, у вас имеется обида на ваших родителей, в частности, на вашу маму. Так вот, понимание причин, по которым ваш отец так себя ведет, проработка детско-родительских отношений, чтобы отделить их поведение, их поведение, направленное на каждого из них, и их поведение, направленное на вас, дабы отделить вот этот вот момент, необходимо для того, чтобы вы, наконец-таки, начали отходить от того поведения, которое у вас есть, от тех моделей поведения, которые у вас сейчас имеются. Дальше нужно сказать по поводу того, что вы не можете реализовывать свои эмоции. Вы не можете эти эмоции выражать. Невозможность вырастить эмоции. Это всегда определенный комплекс. То есть, у вас есть некоторые блоки, стоящие на пути к тому, чтобы реализовать свои эмоции. Необходимо понять, какие это блоки. Почему они у вас есть? Ведь блок – это комплекс. Комплекс – это аффективная оградка определенных элементов жизненной ситуации, которые у вас отложилось в подсознании, в первом сознании, потом в подсознании. И теперь при кастом-сознании с одним из этих элементов у вас происходит автоматический запуск вот этих вот самых комплексных элементов поведения. И нужно вам эти моменты разбивать. Нужно вам от них избавляться. Нужно, чтобы вы отходили от этого, чтобы вы уничтожали свои комплексы, повышали свою самооценку, повышали свое самолюбие. Дальше. Дальше нужно, чтобы вы доверяли своим эмоциям. Определенно, родители внушали вам и внушали долго, внушали очень продолжительное количество времени, что ваши чувства, ваши эмоции не имеют никакого значения. Скорее всего, родители вас никогда не слушали. То есть они не прислушивались к вам, они не обращали внимания на ваши желания, стремления и так далее. Этот момент тоже спровоцировал то, что вы отучились доверять своим чувствам, а также отучились доверять своим переживаниям, отучились доверять своим эмоциям. И из-за этого, теперь, когда вы вталкиваетесь с потребностью их выразить, у вас возникает болг, потому что вы не знаете, а стоит это делать или нет, а нужно это делать или нет. А как это воспримут, например, другие люди, как они будут реагировать на это. Вот вы говорите, что никому особо неинтересны ваши эмоции. Может быть, у вас есть проблемы с сообщением. Судя по всему, они все-таки имеются. Дальше. Вот вы пишите, что работаете, переживаете по поводу того, что у вас не хватает денег, длится на своего парня. Значит, необходимо бы проработать еще и ваши отношения личные, чтобы вы не повторяли поведенческий сценарий своей мамы. Вы ведь посмотрите. Вы ведь копите в себе свои эмоции так же, как это делает ваша мама. Только вы не хотите этого. У вас нет мотива. Но вы это делаете, потому что другого поведения, образа поведения, скорее всего, у вас не было. От этого образа поведения тоже нужно исходить. Отходить точно. От него нужно отходить. От него нужно отстраняться. Для этого надо понять, почему мама так ставила. Она ведь не отхорошая жизнь так ведет себя. У нее тоже есть какие-то обстоятельства. Почему, например, она терпит все это, почему она терпит вашего отца, почему не уходит, ну и так далее. И вам нужно для себя вот эти моменты все выявить, обогатить свой опыт и, имея представление, имея понятие, а когда у человека комплексы, он понятия не имеет, это в буквальном смысле этого слова, комплекс – это ряд случайных признаков, не отвечающим общему направлению. А когда вы будете мыслить понятийно и будете четко понимать, откуда и почему все происходит, вам будет легче корректировать свое поведение. Таким образом, можно резюмировать, что для того, чтобы вам помочь, для того, чтобы прекратить все вот это, как вы говорите, как перестать, думать и переживать. Сперва прорабатываем детско-родительские отношения, потом прорабатываем ваши комплексы, ваши социальные взаимодействия с другими людьми. и далее, значит, нужно отыскать первично невыразенное эмоциональное переживание и заново его пережить. Так вы освободитесь от всего этого. А после необходимо доверять своим чувствам, эмоциям, то есть посытнее личностно расти. Личность и рост это отдельная тема и отдельный этап. Вам его нужно будет проходить уже после того, как будут проработаны все ваши прошлые комплексы, прошлый опыт. Чтобы идти вперед в будущее, в новый опыт, нужно четко представлять себе, куда вы идете. Вот именно в таком порядке вам нужно работать. Я надеюсь, что хотя бы направление вашей деятельности я вам дал. Я надеюсь, что вы не оставите все просто так. Я надеюсь, что вы будете работать над собой, будете это делать, чтобы улучшать свое состояние, потому что вот так в рамках одного ответа на ваш вопрос вряд ли можно вам помочь реально, потому что слишком обширная проблема с 13 лет, 10 лет вы живете по определенным моделям поведения, я не думаю, что за один ответ вы резко поменяете свое поведение, но конечно выбирать вам. То есть моменты, направления какие-то я вам перечислю, а уже решать с чего начинать злой процесс обновления психологического состояния. Может быть вы решите начинать с первого отличностного роста, может быть вы решите что-то другое делать. Это не на самом деле так важно. Главное чтобы вы начали. Копаться в себе самой ничего не приведет, потому что сознание не может опознать саму себя. Нужен всегда кто-то еще другой человек со стороны. Тогда он может помочь вам посмотреть на что вас беспокоит с объективной точки зрения с объективной стороны и дать вам необходимые средства информации для того чтобы вы могли самостоятельно от всего этого избавиться. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ. Буду благодарен если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.